Я думаю, никто не поспорит, что абсолютно все дома в расти рейдятся. Просто на какие-то надо чуть больше, на какие-то чуть меньше. Но сам факт, что они в принципе рейдятся, остается неизменным. Я же за свой многолетний опыт в этой игре покажу вам то, что зарейдить практически невозможно. Ведь нельзя взорвать то, о чем не знаешь. Смоделируем ситуацию. Ты заходишь на вайп, развиваешься, строишь дом и в конечном итоге уходишь спать. На следующий день ты либо просыпаешься в своем доме, в окружении засейвленных тобой ресурсов. Либо встаешь уже на пляже с необходимостью начинать свое развитие с полного нуля. Сегодня я прерву этот цикл закономерности. И ты навсегда запомнишь, как делать так, чтобы твои ресурсы всегда были в безопасности. Вот уже два года на ютубе я продвигаю идею, что не важно сколько у тебя стен до лута. Две, три, пять стенок. Кому надо тебя в любом случае зарейдят. А вот окупятся они или нет, это уже зависит от того, как именно ты будешь распоряжаться своими ресурсами. Если логически подумать, то каждый дом на любом сервере это некий склад ресурсов. Ваши соседи видят, как вы забегаете в дом. Видят, как вы из него выходите. Да и просто проявляете какую-то активность. Иными словами, вы своим присутствием показываете, что дом жилой. А значит, там есть что брать. Поэтому, уходя спать с ценными ресами внутри дома, вы всегда кидаете монетку. И именно от нее зависит, зарейдят вас этой ночью или нет. А не от того, что вы построили тройной МВК-бункер с кучей стенок до лута. Как говорится, на любой дом найдется клан, который снесет его за секунду. А на любой спрятанный в кустах ящик читер, который видит его за полкарты. И сегодня вы узнаете о десяти способах надежно спрятать свои ресурсы. В том числе и те, которыми пользуюсь я. Самое важное, что я делаю каждый свой вайп, это делаю рядом с домом невидимый комбат спавн. И обязательно делаю его на таком расстоянии, чтобы спальник внутри дома никак не влиял на кулдаун спальника внутри комбатерки. И допустим, если меня начинают рейдить или плотно подсиживать, я просто встаю на нужной спалке, одеваюсь прямо здесь же через текстуры и уже заряженно иду дефать свой дом. Но использовать этот прикол с лутанием через текстуры можно не только для обороны дома. Еще туда можно половинить какие-нибудь ценные ресурсы из дома. Ведь даже если кто-то об этом узнает, сломает баррикаду, взорвет дверь, он не сможет залутать этот локер. Ведь все содержимое из него при разрушении упадет вниз. А значит, для того, чтобы они смогли залутать его, им по-любому придется взорвать стенку. А каменная стенка будет или железная, зависит уже от вас. Получается такой некий бункер для ресов. И чтобы такое построить, не нужно никак запариваться. Плюс, если вы переживаете, что это будет находиться слишком далеко от дома, то такую же штуку вы можете пристроить непосредственно к своему дому. То есть просто около входа делаете то же самое и все. Я вам лишь показываю различные вариации и то, как эту штуку использовал конкретно я. Но никто не запрещает вам использовать ее по-своему. Можете на основе того, что я вам сейчас показал, мультишкафы вокруг дома ставить. Можете такое ставить возле РТшек, которые вы часто посещаете. Перед рейдом какого-то дома тоже можно строить. Но я думаю, вы найдете применение. Как комбатерка эта штука проявляла себя отлично. А для строительства, сами видели, практически ничего не надо. Следующие три нычки нацелены на то, чтобы спрятать ресы непосредственно в том доме, где вы выживаете. И абсолютно не важно, дом ли это построенный по гайду с ютуба или база собственной разработки. Эти нычки можно применить почти везде. Я их вам буду показывать в таких, относительно популярных бейс-дизайнах. Например, такая вот двухэтажная 2х1. Казалось бы, она ничем не отличается от сотен других таких же домов на сервере. Но поверьте мне на слово, она сможет вас удивить. На первый взгляд кажется, что здесь нет ничего необычного. Второй этаж здесь максимально дефолтный. За гаражкой находится лутовая на 5 ящиков, на полэтажа утопленная вниз. Две турели на зачилке, три печки за окном. Ну ладно, может быть там внизу что-то интересное есть? Но даже внизу, все как у всех, полноценная заготовка для ячейки общества. Вот, смотрите, даже бункер поставить можно. На самом деле, все нычки в этом доме мы уже прошли. Они находятся на втором этаже. На первый взгляд, вроде кажется ничего необычного. Но вот если мы возьмем в руки киянку, и начнем снимать все, что касается этих трех печек, то под ними мы увидим соломенный потолок, сломав который мы получим доступ к трем маленьким ящикам. Ну или одной бочке из дилси. Потом, когда мы сделали все необходимые манипуляции с этими ящиками, просто ставим лестницу и выбираемся. Чистим за собой улики, и теперь возвращаем все на свои места. Это полноценная нычка, которую можно использовать практически в любом доме. Только размещайте ее так, чтобы нельзя было сломать окно сплэшем. Ну и снаружи, само собой, эту соломку никак не видно. Сколько бы я ни прыгал, я ее там не вижу. Следующий прикол находится прямо здесь же, но только этот способ занекать ресурсы уже требует для себя наличия дилси. Я неоднократно показывал на своем канале, как строить пиксель гэп. Это очень сильная лутовая, доступ к которой осуществляется через пиксель, между квадратными потолками. Однако, скин из нового дилси дает возможность сделать такую же лутовую, с одним единственным отличием. Для ее постройки ничего отводить не нужно. И работает это только на треугольных потолках. В этом доме я запихнул эту лутовую прямо вот сюда, под эти два ящика. Но это лично мой вариант, как это можно использовать. Вы же можете придумать что-то от себя. Это полностью не лутаемая лутовая, доступ к которой есть только у хозяев дома. Однако, ее максимальная защита по потолкам 4 ракеты. Имейте это в виду. Но самый, пожалуй, главный плюс всего этого дела, это то, что эту лутовую можно построить где угодно. Единственное условие, это наличие двух треугольных потолков. Ну и если стенки вы можете улучшать в любой материал, то потолки ни в коем случае улучшать нельзя. Если улучшите, доступ к ящикам пропадет. Если же у вас нет денег на новую DLC, вы всегда можете зайти на проект Rust Room. Здесь, после открытия лонг-сервера, уже 5 января всем игрокам будут доступны абсолютно все новые DLC на постройке. Rust Room это один из тех проектов, где отлично подобран идеальный баланс для полуклассической игры в Rust. Вайп на серверах происходит либо раз в две недели, либо раз в месяц. Это зависит от выбранного сервера. Так и еще и в онлайн-магазине абсолютно нет взрывчатки, что полностью убирает превосходство донатеров над обычными игроками. И это только малая часть обновлений проекта. По моему личному промокоду GJ вы можете получить приятные бонусы, поэтому быстрее заходи на Rust Room. Увидимся на проекте. А вот эту нычку я показывал на своем бусте в своих приватных домах. И весь ее прикол в том, что она не только сама по себе является крепкой лутовой на 7 ракет, так ее еще и найти надо. Ведь снаружи нет никаких признаков, что это нычка. Как говорится, пока не взорвешь, не узнаешь. Профитнее всего вне использовать новые бочки из DLC. Если у вас их нет, ящики маленькие тоже подойдут. Также вместо ящиков сюда можно вообще шкаф переставить. Найти его будет крайне сложно. Как ее можно использовать, покажу на примере моего последнего дома. На третьем этаже рядом с кроватями у меня была лутовая на 4 ящика. Убираем все отсюда и делаем нычку, которую я только что вам показал. Сюда даже шкаф можно перенести с первого этажа. Ну и вы же не думали, что я просто так солью такую крутую приватную нычку? Хочется что-то и для себя тоже оставить? На моем бусте сегодня я выпустил самые имбовые нычки всех времен и народов. Уж поверьте мне на слово, такого вы точно не видели. Ну и помимо этого, на бусте каждый месяц выходит по несколько приватных домов. От маленьких соло домиков до клановых бас из 20 человек. Подписка стоит по цене в чашку кофе, и ты точно не разочаруешься. Ссылка будет в описании, присоединяйся. Следующий способ сной катерессы это мастхэв любого уважающего себя растера. Зачем в принципе строить дома на миллионы ракет, если есть это? Просто вдумайтесь. По цене в 1000 камня и 50 металла вы получаете защиту по цене в 3 ракеты. И если вокруг вашего дома понастроить кучу таких, это не только заприватит территорию вокруг дома, что там нельзя будет строиться, так туда еще и ресурсы можно будет прятать. Вот есть у вас допустим 10к пороха, в каждый такой шкафчик по 1000 положили, и пусть они бахают. По моему опыту такое в принципе не контрится. Плюс из таких шкафчиков вы в любой момент можете сделать мультишкаф к своему дому, что не даст рейдерам застроить ваш дом, в случае если они дойдут до центрального шкафа. В общем одни плюсы. Следующий способ подойдет для тех, кто уверен на 100%, что его зарейдят в течение нескольких часов. В таком случае самым верным решением будет построить гнилушку хотя бы в метрах 100 от вашего дома. Здесь важны детали, и сейчас мы с вами по ним пробежимся. Снаружи это обычные 2 на 1 домик с айрлоком, и так как стоят кодовые замки, значит жильцов тут как минимум двое. С обратной стороны стоит обычная дверь без скина. Сразу же появляется мысль, что скорее всего это обычная зараженка, которую просто тупо бахнули в стенку и застроили. Давайте проверим киянкой. Камень не гниет, металл тоже не гниет, а вот от МВК осталась половинка. Рейдить такое будут но очень вряд ли, особенно если вы не будете делать как у меня из 2 на 1, а сделаете что-то другое, но с теми же идеями. В шкаф можно класть все что угодно, кроме МВК, чтобы оно гнило. Не переживайте, что оно у вас полностью рассыпется, от постановки до полного разрушения должно пройти как минимум 12 часов. А за это время можно просто подбегать и чинить до 1500 хп, кидать 1-2 МВК на обслуживание и уходить по своим делам. Это лишь моя оболочка, если вы будете строить такую же гнилушку, то не делайте как у меня на видосе, а то точно зарейдит. Многие из вас задаются вопросом, почему я ничего не рассказываю про смолстэши? А дело все в том, что 1010 игровых часов назад какой-то читер раскопал мой схрон в лесу. С тех пор я таким способом ничего не прячу. Однако, если вы играете на серверах с активной модерацией, например на серверах раструма, то просто знайте, что на смолстэше можно ставить всякие интересные штуки, по типу ящик большой-маленький, грядки большую-маленькую, диванчик для создания атмосферы и даже каменную баррикаду. Как временное решение вполне подходит. Один из моих любимых способов спрятать ресурсы это так называемые чизерки, которые являются улучшенной версией треугольничка с окном. С ними можно делать все то же самое, что я вам предлагал делать с каменными шкафчиками. Однако, имейте в виду, что при желании можно выдолбить этот высокий треугольный фундамент и получить доступ к вашему бункеру. Защититься от этого легче всего можно, поставив треугольные крыши с каждой стороны. И это не контрится. Чтобы научиться такое делать, достаточно один раз посмотреть. Я вам покажу две версии. Первая это с долбящимся фундаментом. Ее плюс в том, что ее можно поставить абсолютно везде, даже на чистом поле. И это именно тот вариант снекать ресурсы, которым пользовался конкретно я. Ну, естественно, пока не нашел нычки, которые я на бусте слил. Но и этот-то вариант достаточно неплохой. Даже если всего лишь три штучки такие вокруг дома построить, то рейд вашего дома увеличится как минимум на 21 ракету. Это если рейдеры в принципе рейдить это будут. В общем, если хочешь сохранить свои ресы на следующий день, это прямо обязательно. А мой тиммейт строит практически то же самое, но только у него вместо высокого фундамента текстуры камня. Плюс конкретно этого варианта в том, что у него нет высокого фундамента, который долбится. А значит, отпадает необходимость его защищать. Но и минус-то тоже есть у этого варианта. В чистом поле его уже не поставить, нужно будет искать камень. Но если, например, около вашего дома их много, то пожалуйста. Оба варианта в принципе одинаковые, различаются только детали. Они оба открываются соломой и оба на семь ракет. Следующий способ надежно спрятать свои ресы я подсмотрел вот у этого молодого человека. Там он впитывает в себя всякие интересные и важные приколы и со всем этим добром плывет под какой-нибудь айсберг. Не забыв при этом надеть на себя баллон с воздухом. Там он благополучно ливает из игры и остается спать под водой до следующего своего захода в игру. Способ надежный, но только если вы будете использовать для вашего сна не только лишь айсберг, а, например, какой-нибудь еще край карты. Надеюсь, после стольких новых способов спрятать свои ресурсы, вы поняли, что куда проще воспользоваться этим видео, чем строить дом на пять стенок до лута. Не забывайте, что самые имбовые нычки у меня на бусте и чекайте другие мои ролики. Свидимся на глобале. С наступающим.